но смотрите да если мы даже начнем вспоминать с чего мы начинали дальше проходили мы начинали современных игр по типу дилеммы заключенного потом мы перешли к последовательным играм на когда игроки делают друг за другом вот но повторяющуюся игру можно сказать что это тоже такая последовательная игра ну например там дилемма заключенных играется три раза подряд вот что-нибудь такое но понятно то что если у нас есть конец игры если у нас есть конец игры он определен с вероятностью 1 то как мы будем решать как обычно с конца что произойдет на последнем шаге потом на шаг назад вот и так далее до начала игры мы определяем равновесный профиль стратегии да для нахождения равновесия нэш вот да то есть если мы если рассматривать конечные игры сколько бы там ни было периодов да там хоть миллион периодов все равно да наши правила действия начинаем с конца и двигаемся до к первому шагу к первому игроку который принимает решение вот поэтому конечные игры уже мы прошли вот осталось пройти такие ситуации когда у нас бесконечное число повторений в играх то есть бесконечное повторение бесконечные повторяющиеся игры вот как это именно представить давно же понятно что в жизни нет там чего-то бесконечно повторяющегося или таких ситуаций очень-очень мало можно приблизиться к жизни да и просто сказать что вот как я вам сказал в конечных играх конец определен с вероятностью 1 то есть мы знаем когда игра точно закончится прям точно знаем сто процентов вот а бесконечно повторяющиеся игры здесь мы будем говорить что а мы не знаем когда игра закончится и тогда ее можно считать бесконечно повторяющиеся мы можем только знать вероятность с которой закончится игра на следующем шаг но так как мы точно не знаем да можно предположить что она будет бесконечно повторяться вот и здесь появляются интересные результаты да зачем это вообще проходит давайте напишем то что мы будем проходить бесконечные повторения так ну да я вам сказала то что если конечная игра то мы уже проходили решаем с конца да вы можете вспомнить наш пример классический вот этой игры сороконожку да там можно нарисовать все сороконожки 40 40 ножек как в россии так говорят 40 ножка можно рисовать 100 ножек да как сэнти пит да по-английски вот можно рисовать миллион ножек машина конечно и мы там уже вот в этой игре сороконожка мы кстати уже обсудили очень важную вещь помните это было про вову диму которым там предлагается сначала доллар потом 100 долларов потом там тысячи долларов а вот и предлагается забрать или пойти дальше вот да и понятно что кто игре в сороконожке равновесие это неша остановиться на первом шаге да и забрать и в итоге исход до выигрыша всего лишь один доллар у вова который принимает первое решение но мы увидели то что очень бы хотелось все таки остановиться на последнем шаге то есть дойти до последнего шага игры забрать самый самый большой выигрыш который предлагается властителю мира вот и поделить его там пополам да ну и как-нибудь да поделить этот выигрыш и мы с вами прям уже там обсуждали что же сделать чтобы все таки дойти до последнего шага и забрать больше денег чтобы сделать про это улучшение вот и что мы с вами говорили мы с вами обсуждали стратегию наказания во-первых сговоры да мы с вами обсуждали и какую-то стратегию наказания за отклонение ну даже даже не только в сороконожке мы это обсуждали я вам говорила что есть вот стратегия грим-триггер то есть мы играем коллекционный исход да мы то есть мы действуем так как как договорились пока хоть кто-нибудь не отклонится если хоть кто-то отклонится его наказывают и дальше играется исход равновесия каждый последующий шаг каждый последующий шаг вот и здесь в бесконечных играх мы как раз и будем рассматривать вот эту стратегию я ее называла стратегия спускового крючка стратегия грим-триггер когда вы договорились и все время поступаете так как договорились но если хоть кто-то отклонится далее играется некий оперативный исход вот да самый плохой вот и ты там еще думаешь стоит ли отклоняться вот ну давайте как обычно да если вы хотите поговорить про теорию игр поговорите про дилемму заключенных мы как раз на ней будем обсуждать нашу сегодняшнюю тему вот так дилемму заключенных напишу матрицу игры посмотрим что у нас там вспомним что у нас там есть вот и потом сделаем дилемму заключенных бесконечно так ну давайте у нас там были два вора ну вот еще два подозреваемых их еще не осудили вот и у каждого из них их развели по разным комнатам и предложили осознаться у них есть два варианта две стратегии молчать либо либо сознаться то есть сдать своего товарищу вот так записываю матрицу игры первый второй игрок стратегия молчать сознаться тут молчать сознаться тут молчать и мы помним то что в итоге равновесие какое то что они оба сдают друг друга и сидят в тюрьме дольше чем могли бы сидеть если бы молчали но им молчать невыгодно их доминирующая стратегия все время сдавать все время сознаваться вот и давайте здесь сделаем выигрыши если бы они оба промолчали тут посидели бы по полгода то есть минус 05 ну так как сидение в тюрьме это все таки неприятно значит минус минус 05 минус 05 вот если они сознаются оба то сидят по два года вот если один промолчит а другой его сдаст то тот кто сдаст выходит сразу из тюрьмы ноль тот кто тот кого сдали сидит все десять лет вот и наоборот да тут ноль минус десять ну а давайте еще снова вспомним давно не виделись там майске прошли вот снова обозначим равновесие в этой игре и пары оптимальный исход так как мы это все решали про каждого рассуждали как рассуждать первый если второй молчит мне лучше осознаться потому что я получу я сразу выйду да а не буду сидеть полгода то есть ноль подчеркиваем если второй сознается то мне лучше тоже сознаваться чтобы не сидеть десять лет просидеть только два ответы доминирующая стратегия первое сознаться так же как и доминирующая стратегия второго подчеркиваем ноль и минус там где два подчеркивания нет наше равновесие записываем сознаться сознаться вот и мы с вами знаем что в данной игре почему это дилемма почему такая известная игра что здесь есть аппарат улучшения то что если бы они договорились и оба молчали да то просидели бы по полгода а не по два года вот да то есть про это оптимальный исход молчать молчать да почему про это оптимальный потому что лучше сделать ну из этого исхода тут выигрыш по минус 0,5 нельзя улучшить положение одного не ухудшить положение другого вот про это оптимальный то есть и для смс это оптимальный исход это улучшение вот окей так и теперь теперь вспоминаем темы занятия бесконечные повторения мы говорим что это у нас лишь то что у нас здесь нарисовано это только один раунд игры а таких раундов таких раундов играется бесконечно много то есть вот это у нас один раунд вот далее введем очень важное для нас обозначение да то как ну там новая буковка значит ну на самом деле вы с ней знакомы вот сейчас вы мне скажете откуда вы с ней знакомы вот у нас появится здесь дисконт-фактор дисконт-фактор который будет принадлежать от нуля до единицы так это что за буква какая-то буква ну похоже на вот это наш дисконт-фактор где вы встречали дисконт-фактор в какой теме буквально недавно ее проходили давайте пожалуйста скажите ну я даже знаю что на соцсеке это тоже проходит поэтому во всех группах это тоже проходит ну рынок капитала конечно да спасибо абсолютно верно то есть помните когда вы проходите рынок капитала я не знаю как вот другие расскажут я считаю что ну для своих рассказываю что в рынке капитала есть всего лишь одна формула вот из которой там чуть поменять и все остальное берется то есть вся олимпиада по финансовой грамотности состоит из одной из знаний одной формулы вот и из того как устроена банковская система вот что такое дискоинфактор да это связь между периодами то есть здесь у нас с вами видите это всего лишь один раунд а у нас их бесконечно много то есть у нас бесконечно много периодов времени да и вот этот дискоинфактор мы будем связывать периоды как это можно понимать как вы это понимали в рынке капитала вы говорили то что один рубль сегодня действительно не равен одному рублю завтра да то есть вот это да заметка такая может быть кто-то подзабыл да то есть один рубль сегодня не равен одному рублю завтра почему потому что если один рубль сегодня положить в банк то завтра у вас будет больше чем один рубль правильно да потому что вы получите еще ставку процент да то есть если вы один рубль сегодня кладете в банк то вы завтра получаете один плюс ставку процента рублей вот тогда чтобы перейти обратно чтобы сказать чему равен один рубль завтрашний сегодня да то есть в обратную сторону сделать вот чему он равен сегодня то есть обратную операцию сделать надо просто на 1 плюс r разделить правильно то есть это будет 1 разделить на 1 плюс r рублей это у нас будет чему равен 1 рубль завтра сегодня сегодня это завтра вот и вот эта вот штука и называется дисконфакторинг да просто это связь между периодами временем вот но это в рынке капитала да вот дисконфактор это в рынке капитала был дать рынок капитала здесь самая важная мысль да то есть это не обязательно про деньги в любом случае про выигрыш здесь самая важная штука то что для нас рубль сегодня ценнее рубля завтра реально видите вот рубль сегодня равен 1 плюс r завтра да то есть это ценнее чем 1 рубль завтра вот да и и на самом деле для нас всегда то что происходит сегодня в принципе даже если мы не говорим про деньги какие-то там свои впечатления ощущения и так далее для нас то что происходит сейчас важнее ценнее того что что происходит завтра да что происходит завтра важнее ценнее того что происходит послезавтра То есть чем дальше от нас период времени, тем он нам менее важен. Правильно? И когда вы проходили рынок капитала, если у вас была облигация на 10 лет, то ваш купонный доход через 10 лет, который вы получите, вы умножали на вот этот дисконт-фактор в десятой степени. То есть или делили на 1 плюс Р в десятой степени. То есть это настолько далеко, настолько далекий доход, что до него еще надо дойти. Вот это главная мысль. И здесь, поскольку у нас много периодов, и выигрыш сегодня для нас важнее, чем выигрыш завтра, мы тоже будем использовать дисконт-фактор. Это связь, межвременную связь между выигрышами. Так что ничего нового я вам пока не рассказываю. То есть это настоящее важнее будущее. Давайте все тогда. Что такое мысль? Настоящее важнее будущее. Но здесь, кстати, это все, что я сейчас сказала, вы уже проходили. Но в бесконечно повторяющихся играх есть еще одна интерпретация дисконт-фактора. Его можно интерпретировать как вероятность того, что следующий период наступит. Мы знаем, что период, который сейчас, он уже наступил, то есть вероятность один. Он уже наступил. И мы можем говорить, что с вероятностью дисконт-фактора наступит следующий период. Помните, с чего я начинала? На самом деле бесконечных игр нету. Просто есть какая-то вероятность того, что следующий период просто наступит. И вот, это можно говорить, что это как раз и есть дисконт-фактор. То есть это просто еще одна интерпретация. Но мне больше нравится интерпретация более такая приближенная к жизни, потому что настоящее важнее будущее. Давайте еще одну интерпретацию. То есть это дисконт-фактор, вероятность наступления следующего периода. Давайте запишем наше «дано» и будем решать. Решается элементарно. Сейчас все сделаем. Чтобы мне стереть. Пусть теперь игра повторяется бесконечное число раз с момента времени t от нуля до бесконечности. Пусть теперь игра повторяется бесконечное число раз. Моменты времени t от нуля до ноль, один, два и так далее. Такие моменты времени. Конечно, очень хочется, если у нас есть последовательность действий, и хочется нарисовать дерево игры, но дерево мы не можем нарисовать, потому что у нас бесконечное количество действий, каждого из игроков. То есть быть бесконечное дерево – это неудобно. И тут возникает самый главный вопрос. Если у нас есть один период, только один период, то вот оно, наше неудачное равновесие нашей, когда они по два года сидят. Нам Нэш сказал, что если у нас равновесие по доминированию, то оно единственное, больше никаких равновесий нашей нет. Однако, зачем мы проходим бесконечно повторяющиеся игры? В бесконечно повторяющихся играх можно улучшить выигрыши игроков. Нам нужно ответить на вопрос, найти условия, при которых молчать, для них будет выгоднее, чем сознаваться на бесконечном периоде. Давайте запишем наш вопрос, на который мы будем отвечать. Как сделать паретооптимальный исход равновесным теперь? Как сделать паретооптимальный исход равновесным? Еще раз, если был один период, то мы будем, ну, все, да, вот, наверное, с Нэша, и все, да, то есть паретооптимальный мы не могли бы перейти, а бесконечно повторяющихся можно. Каким образом? Образом, который мы с вами уже проходили, да, мы проходили с вами стратегию спускового крючка, вот, я уже, даже сегодня уже два раза сказала, но давайте теперь мы ее запишем, да, то есть какие действия. Ее еще называют стратегией запуска. Стратегия запуска, вот, я ее называла Grim Trigger или спусковый крючок. Как устроен, да, ну, то, что ты рассказывала, да, мы начинаем с кооперативного исхода, то есть мы все время молчим, но если хоть кто-то в какой-то период сознается, да, то есть отклонится от нашего кооперативного выбора, ой, то тогда далее на бесконечном горизонте играется наказание, да, то есть наказывается тот, кто отклонился, и играется все время равновесие НЭШ, то есть все время осознаются во всех оставшихся периодах, вот, и нужно подобрать такие условия, чтобы было выгодно всегда молчать. Вот, давайте это запишем. То есть игра начинается взаимного сотрудничества, да, то есть это оптимальный исход. Игра начинается с взаимного сотрудничества. То есть играется пара оптимальна. Далее. Сотрудничество продолжается до тех пор, пока хотя бы один из игроков не выйдет, ну, то есть не отклонится. Сотрудничество продолжается. Пока хотя бы один из игроков не выйдет, ну, не отклонится, сказать так. Если хотя бы один из игроков отклоняется, это приводит к игре равновесия НЭШа, да, то есть все время будут сознаваться в качестве наказания во всех последующих раундах. Это приводит к игре равновесия НЭШа в качестве наказания во всех следующих раундах. Ну, то есть до бесконечности. И теперь, да, уже можно, да, замоделировать, ну, то есть словами, нормальными словами задать вопрос, да, как сделать вот этот наш пара, это оптимальный исход равновесный, да, то есть чтобы игралось, чтобы в итоге было не минус два, минус два в каждом периоде, чтобы они не по два года сидели в каждом периоде, а чтобы по полгода сидели, потому что это для каждого из них лучше. Вот. То есть в соответствии с стратегией запуска, да, стратегией спускового крючка, когда выгодно, ну, то есть мы можем переформулировать, когда выгодно отказаться от отклонения, да, то есть когда нам невыгодно отклоняться. Ну, как всегда, да, у нас в любом случае, да, все, что мы проходим в экономике, мы проходим в рациональных экономических агентов, они любят себя и делают только то, что им выгодно. Правильно? Вот. Мы всегда выбираем самую лучшую для нас альтернативу. То есть здесь, когда нам невыгодно отклоняться? Когда выигрыш больше, да, в ситуации без отклонения. Все. То есть нам нужно теперь, да, мы спрогулировали, да, вот этот вопрос, да, и теперь нужно посчитать выигрыш, если я не отклоняюсь все периоды времени, и выигрыш, если я отклонился. Вот. Сравнить и сказать, вот, при каких условиях у нас будет про это оптимальный исход равновесный. Давайте вот эти вопросы зададим. Ой. Так. Когда выгодно отказаться от отклонения? Когда выиграешь больше? Вот. Возможно, есть сейчас у вас небольшое непонимание, типа, а зачем вообще хотеть отклоняться, да? Давайте посмотрим. Если я в какой-то период времени отклонюсь, да, то есть я знаю, что мой второй игрок, да, молчит, видите? Вот он играет кооперативный исход. Почему мне хочется отклониться? Вот я сейчас молчу, да, и сижу полгода. А если я отклонюсь, да, то есть сознаюсь в каком-то периоде, то я выйду сразу же. Видно? Вот, да, то есть мне очень хочется отклониться, да, и нам нужно подобрать вот такие условия, да, когда я все-таки не буду в каком-то периоде сознаваться. Вот. И еще раз, да, если бы это был один период всего лишь, да, если бы это была игра конечная, да, вот мы там один раз поиграли и все, то, естественно, тут выгодно... сознаться. Но в бесконечно повторяющейся игре у нас что получается? У нас получается, что если я даже отклонюсь, сознаюсь в каком-то периоде, игра-то не закончится, будет следующий период и следующий, и следующий, да, и заново вот опять табличка перед глазами, вот, и это так будет продолжаться в бесконечное число раз. Окей, все, да, когда выигрыш больше, посчитаем выигрыши. Так, давайте посчитаем ожидаемый выигрыш. Ожидаем, ну, как полезность выигрыш, да, итого игрока, если он играет кооперативный исход, если он не отклоняется никакой. Так, как это посчитать? Ну, вот, период времени ноль, да, не отклоняемся, значит, молчим, значит, я сижу полгода, да, то есть мой выигрыш минус 0,5. В следующем периоде времени я тоже буду сидеть полгода, потому что я не отклоняюсь всегда, да, то есть минус 0,5, но следующий период времени для меня не так важен, как сегодняшний период времени, да, то есть надо умножить на дисконт-фактор. Далее, следующий период, да, тоже сижу 0,5, да, но он на два периода туда, да, то есть уже на дисконт-фактор в квадрате. Вот, и так далее. Третье, минус и так далее до бесконечности. Мы с вами знаем, да, то, что дисконт-фактор принадлежит от 0 до 1, и что нам нужно посчитать, да, это сумма бесконечно бывающей геометрической прогрессии. Вот, с первым членом единица, видите, тут на 1 умножается, вот, как это еще, кстати, можно записать? Можно записать через значок суммы, да, все-таки привыкайте к значкам суммы, вам это 200 раз потом понадобится в университете. Нам можно сказать, что это сумма от периода t, равного 0 до бесконечности, да, это у нас минус 0,5 умножить на дисконт-фактор в степени t. Да, и посмотрите, да, почему это то же самое записано, потому что если в период времени 0, да, у нас дисконт-фактор возводится в степень 0, то есть это получает как раз единицы, да, потом первый период времени 1, да, просто дисконт-фактор в степени 1, потом 2, ну, то есть вот, да, так мы записали значок суммы. Теперь видим то, что минус 0,5 в каждом из слага можно вынести за скоб. Вот, и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, вы знаете, да, это первый член, да, делится на 1 минус множитель, да, геометрической прогрессии. То есть будет минус 0,5 умножить на 1, разделить на 1 минус наш дисконт-фактор. Вот и все. А вот наша ожидаемая полезность, если мы играем все время к оперативной исходе. Теперь нужно посчитать ожидаемый выигрыш нашего игрока, этого игрока, если он в какой-то момент времени отклонился, да, и запустился спусковой крючок, да, и далее играется исход равновесия НЭШ. Смотрите, можно рассматривать, что отклонение у нас происходит в момент времени Т0, да, то есть сразу же. Почему? Потому что если это происходит в какой-то следующий период времени, да, там, в пятом периоде, в шестом периоде, мы при сравнении, при сравнении вот этих выигрышей, да, все равно там будут одинаковые, мы их будем сокращать. То есть можно говорить, что отклонение происходит сразу же в периоде Т0, да, и ничего не поменять. Так, это если, да, отклоняемся от кооперативной исхода в момент времени Т0. Так, ну давайте посмотрим. Я отклоняюсь, а мой второй игрок, да, мой парник, соперник играет в кооперативный исход, он не отклоняется. То есть он молчит, а я отклоняюсь, сознаюсь, да, то есть какой у меня выигрыш сейчас будет. Я сейчас получу выигрыш 0, реально, в периоде времени Т0, когда я отклоняюсь, 0 я получаю. Но после того, как я отклонилась, у нас там схема записана, все, спусковой крючок работает, да, и все оставшиеся периоды времени будет играть с равновесия нашей. То есть вот я отклонился, да, мой напарник это понял, да, и теперь бесконечное число раз будет меня наказывать и будет все время все последующие периоды сознаваться. Тогда я буду получать выигрыш минус 2 в каждом из последующих периодов. То есть следующий, в период времени Т1 у меня будет выигрыш минус 2, умножая на дисконфактор. Следующий период минус 2, умножая на дисконфактор уже в квадрате. И так далее, до бесконечности я буду получать по 2 года тюрьмы. Здесь тоже надо посчитать. Здесь тоже видно, что это у нас, давайте напишем, минус 2, сумма от Т равного единице до бесконечности, допустим, Олег, вот, и тут дельта степень. Степень, да. Тоже бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, только у меня первый член, теперь не единица, а дельта. То есть будет минус 2 дельта разделить на 1 минус дельта. И все. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. Когда нам выгодно играть все время парад оптимальный исход? Когда выгодно не отклоняться? Когда вот этот, да, выигрыш больше, чем вот этот, все. Да, то есть выгодно не отклоняться, выгодно, давайте, выгодно играть. Кооперативный исход. Если мой выигрыш без отклонения, если я не отклоняюсь, да, вот это минус 0,5 минус 1 на 1 минус дельта, больше либо равен минус 2 на 1 минус 0. Ну и здесь надо посчитать, да, просто такое простое неравенство решить. 1 минус дельта сократим. Так, будет минус 1, 2, больше либо равно минус 2 дельта. Да, то есть получается, что дельта должна быть больше, либо равна 1 минус 4 дельта. И нужно обязательно сейчас обсудить, да, почему знак именно в эту сторону, да, и почему именно так получилось. И что, как интерпретировать, да, вот полученный результат, да, все-таки математика, да, и комиссия, но там важна интуиция, интерпретация. Смотрите, что вот это означает. Только если дисконт-фактор достаточно большой, да, то есть он больше какого-то числа, да, там больше 1,4. Что это значит в наших интерпретациях? Интерпретация про то, что у нас, да, мы ценим сегодня больше, чем завтра, да, то есть если ценность последующих периодов времени достаточно большая, да, то тогда действительно нам выгодно все время кооперировать, все время молчать. Вот, если же мы говорим в терминах, что это вероятность наступления следующего периода, то есть если вероятность наступления следующего периода достаточно высока, вот, да, то, что игра продолжится, то есть если эта вероятность достаточно высока, то тогда вот наш вот этот кооперативный исход будет равновесным. Вот. Если вы решали-решали, у вас получилось меньше, да, здесь меньше, да, значит, где-то ошибка, вот, потому что это все доказано, причем доказана, есть прям теорема, да, что вот этот исход, и на самом деле любые смеси, которые дают Паретто улучшение, они достижимы при достаточно высоких, при достаточно больших дисконт-факторах. То есть вот, и мы сейчас это все запишем. Давайте запишем, значит, словами вывод вот этот. Ну, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, да, именно по тому, как мы решали, там, как-то я сравнила, там останавливается, у меня спрашиваете, я всегда приветствую вопросы. Ну, я надеюсь, что там все-таки формулу геометрической прогрессии мы знаем, у рынка капитала у всех проходили, да, то есть это не новая, да, вещь какая-то. Ну, хотя я уже даже объяснила. Записываем вывод. То есть молчать выгодно только в том случае, если за текущим раундом с достаточно высокой степенью вероятности следует следующее. Только в том случае, если за текущим раундом достаточно высокой степенью вероятности. следует следующее. Или, сюда вторая наша интерпретация, если будущие периоды довольно ценны. Или, если будущее... Теперь давайте вот обсудим вот эту теорему, которая нам гарантирует, что вот любое порыто улучшение можно достичь в бесконечно повторяющейся игре при достаточно высоких дискомфакторах. Перед этим, да, для нашей игры давайте на оси, на осях обозначим выигрыши, да, и посмотрим вообще вот эту область порыто улучшения. Так, у нас отрицательная, да? Тут у нас для первого игрока выигрыша, тут для второго игрока выигрыша. Вот, и поставим вот эти точки. Да, значит, минус 0,5, минус 0,5 – самый хороший. Давайте вот эту поставим. Минус 0,5, минус 0,5 – точку. Вот она. Дальше минус 2, минус 2. Где-нибудь вот здесь. И есть еще 0, минус 10, минус 10 – 0, да, то есть они будут расположены на осах, очень далеко, да, эти вот здесь, да. Поставим минус 10, вот, асимметрично будет минус 10. Вот, и мы их можем соединить. Мы можем соединить, да, все эти выигрыши. Такое, как область. Вот. Что я сейчас показала? Что я сейчас нарисовала? Так называлась, может быть, вы знаете, с геометрией, и я вам тоже говорила, скорее всего. Да, вот, если две точечки, да, соединить, то вот здесь, да, на вот этом отрезке, который получился, будет находиться любая линейная комбинация, да, этих двух точек. Да, то есть любая линейная комбинация, любая смесь. Вот, а слово смесь мы с вами знаем, да, мы как раз, это все смешанные стратегии. То есть вот где мы находились, да, здесь будет находиться смесь, да, этих двух выигрышей. Вот, поэтому мы можем и соединять, да, наши вот выигрыши, да. Мы можем, например, там, вот эту, вот эту, вот эти выигрыши, да, ну, то есть смешивать стратегии так, чтобы этот или этот выигрыш получался, и получать линейную комбинацию, то есть смесь, да, в зависимости от той смешанной стратегии, которую мы выбираем. Вот. Поэтому любой выигрыш, который у нас находится на этих линиях и внутри, да, он достижим для наших игроков, ну, в среднем, например. Вот. Теперь, да, нужно понять, где у нас область именно парето-улучшений, парето-улучшений. Сейчас у нас играется вот равновесие нэша минус 2, минус 2, да, мы у нас выигрыш. То есть это плохой вариант. Что значит парето-улучшения? Парето-улучшения, да, мы делаем лучше хотя бы одного, одному, не ухудшая положение другого, то есть куда мы двигаемся. Это мы вот когда проходили предпочтение, мы говорили, что это свойство монотонности, да, больше-лучше. Вот. Это было в какую сторону? Правый уголочек, да, для каждого из игроков выигрыш не хуже. Вот. То есть вот в этой области и внутри области, которая достижима, да, при смешивании стратегий, да, у нас будут парето-улучшения. То есть вот это все, любой выигрыш, который находится вот в этой области, они достижимы при бесконечно повторяющейся игре. в этой нам говорит народная теория. Давайте вот это у нас. Вот это вот. Бестижимая область. Парето-улучшения. Парето-улучшения. И запишем, что нам говорит теория. Ну, вы не пугаетесь, да, мы вот смешанная стратегия мы не будем с вами проходить, потому что, мне кажется, это довольно сложно. Ну, зачем, да? То есть главное, мне кажется, для вас сейчас пройти, вот, именно, ну, прочувствовать суть, да, вот этой концепции. Ну, просто на картиночке вот мы покажем, что любой выигрыш, не только минус 0,5, минус 0,5, да, которые мы с вами вот, ну, нашли, да, то есть нашли условия, при которых может играться минус 0,5, минус 0,5, да, в итоге. Каждый вперед. Но и любая другая точечка из вот этой области. Они могут быть тоже, могут тоже играться в бесконечно повторяющейся игре и быть равноместными. Вот. Так, давайте запишем, да, это нам говорит народная теория. Каждый достижимый и индивидуально рациональный вектор выплат в уровне в игре может формировать идеальную для подыгры равновесную выплату в бесконечно часто повторяющейся игре, да, если коэффициент дисконтирования достаточно близок к единице. Сейчас, может быть, как-то у нас вам, это просто прям такая формулировка, может, как-то полегче записать. Я сейчас посмотрю. Ну, ладно, давайте запишем такую стандартную формулировку, потом запишем еще простыми словами. Каждый достижимый и индивидуально рациональный вектор выплат каждый достижимый и индивидуально рациональный вектор выплат в уровневой игре может формировать идеальную для подыгры равновесную выплату. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот в уровне в игре. Будет формировать идеальную для подыгры. Равновесную выплату. Бесконечно часто повторяющиеся игре. Если коэффициент дисконтирования достаточно близок к единице. Если коэффициент дисконтирования достаточно близок к единице. Иными словами, так, давайте вот прочитаем, да, я вам поясню, что здесь написано. Каждый достижимый и индивидуально рациональный вектор выплат это как раз и есть вот эта вот синенькая область, да, она действительно индивидуально рациональная, выбор, да, то, что происходит улучшение ситуации. Да, зачем нам делать ситуацию хуже, да, если можно сделать лучше. Вот, в уровне в игре, ну, это вот такой, да, то, что драунды играются, может формировать идеальную для подыгры равновесную выплату, да, то есть любая эта точечка может играться, может играться бесконечное число раз, и это будет равновесным исходом. Бесконечно часто повторяющиеся игре. Если коэффициент сконтирования достаточно близок к единице, да, то есть если мы довольно сильно ценим будущее, периоды времени, да, это то, что мы с вами обсудили, уже на примере дилеммы заключенных посмотрели. Вот. Что это означает? Можно, да, еще одно пояснение написать, ну, такое же, да, то, что если для нас, смотрите, да, мысли, если для нас следующие периоды времени достаточно важны, да, если мы ценим будущее достаточно сильно, то сиюминутный выигрыш, который мы получим сейчас, если отклонимся, да, вот один период времени я выйду из тюрьмы, но последующие-то периоды времени я буду сидеть уже по два года, да, если для меня вот это довольно страшно, да, если я ценю будущее период времени довольно сильно, то, да, мы сможем, да, вот в равновесной ситуации сохранить этот кооперативный исход. Давайте вот эту мысль запишем, ну, которая будет пояснять народную теорему, то, что сиюминутный выигрыш мал по сравнению с бесконечным наказанием далее при достаточно больших коэффициентах дисконтирования. Сиюминутный выигрыш. Мал по сравнению с бесконечным наказанием далее. При достаточно больших коэффициентах дисконтирования. Достаточно больших коэффициентах дисконтирования. Пишите. Вот, то есть, вот для нашей дилеммы заключенных, да, это вот с бесконечным повторением дилеммы заключенных, в дилемме заключенных можно достичь вот этого идеального равновесия для подыгры, который отклоняется от статического равновесия нашей. То есть, мы можем уйти от вот этого минус два, минус два, да, перейти по это улучшение. Ну, мы переходим с вами в примере, да, в минус 0,5, минус 0,5, на самом деле, можем перейти в любую точку вот в этой области, вот, если будут играться смеси. Но мы с вами не похожи по смеси, только вот переход к другим чистым стратегиям. Вот, и вот то, что вот это отклонение, оно приводит к более высоким выкладкам, да, в долгосрочной перспективе. Если, еще раз, если коэффициент дисконтирования достаточно близок к единице, да, то есть, если для нас в будущем достаточно важно, или если вероятность наступления следующего периода довольно высока. Вот, если бы была, ну, недостаточно высока, да, вероятность наступления следующего периода, то, возможно, нам было выгодно сейчас отклониться, да, потому что, ну, там непонятно, наступит там следующий период или нет. Вот, да, то есть тут вот как бы решается такой вопрос. Мы с вами разберем по этой теме еще один пример. Так, я вот думаю, мы успеем сейчас разобрать. Ну, давайте, да. Разберем еще один пример, да, по такой, по этой теме. То, что мы с вами тоже проходили, это до Аполлия Хурно. Я вам, кстати, задавала там посчитать, вот, сделать, вот, три задачки, да, какие-то были у нас в чатах, ну, вот в этом листочке. Мы прямо из Аполлия Хурно составим игру, составим матрицу, вот, и будем тоже сделаем ее бесконечно повторяющейся и будем решать. Вот. Почему можно предположить, что ситуация, да, на рынке вот до Аполлия Хурно может быть бесконечно повторяющейся? Почему там может быть вообще несколько периодов времени? Ну, это, в принципе, логично, да, потому что, на самом деле, на рынках, да, взаимодействие между фирмами происходит не один период времени, а, ну, довольно продолжительное время, вот, и там действительно можно сказать, вот, непонятно, фирма продолжит на этом рынке, там, дальше работать или нет, да, то есть продолжится это взаимодействие или нет. Есть какая-то вероятность продолжения взаимодействия в последующих периодах, то есть это как раз прям очень хорошо описывает вот эту ситуацию, да, с коэффициентом дисконтирования, то есть это можно представить, это взаимодействие наших фирм, да, как бесконечно повторяющуюся игру. Пример. Да, Полиакурно. Ну, это как обычно, да, у нас выпуск первой фирмы Q1, выпуск второй фирмы Q2, общий выпуск рыночный, это их сумма выпусков. Дальше, значит, давайте предположим для простоты, что предельные издержки каждой фирмы нулевые, вот, да, чтобы просто расчеты нам там быстрее сделать, вот, и обратная функция спроса на продукцию отрасли 2 минус Q1. И какие могут быть варианты взаимодействия? Они могут играть отдельно, да, то есть одновременно и независимо друг от друга назначать свои выпуски. Вот, мы с вами эту ситуацию проходили, это стандартное, да, решение о Легополе. Вот, а еще они, мы это с вами, по-моему, делали точно, да, рассчитывали. А еще они могут, смотрите, они могут объединиться, да, то есть действовать как бы заговориться, объединиться, действовать как монополист, да, почему выгоднее действовать как одна фирма, да, да, потому что, если ты монополист, то больше рыночной власти, ты там поставишь более удобную для тебя цену, более высокую, да, получишь больше намного прибыль, и потом можно эту прибыль поделить пополам, да, если сговоритесь, да, прибыль делится пополам, вот, и, соответственно, это может быть выгодно. Вот, это такой сговор. Вот, и давайте такие ситуации посчитаем. Значит, первая ситуация, когда они не сговариваются, просто действуют одновременно, независимо друг от друга, выбирают выгодно, то есть они конкурируют, то есть не объединяются, не объединяются, конкурируют. Вот, но это мы знаем, как решать, да, давайте запишем прибыль, ну, например, первой фирмы, да, выручка минус издержки, выручка – это обратная функция спроса, 2 минус 1, минус 2, на выпуск ее минус издержки. У издержки у нас предельных издержек нету, значит, переменных издержек нету, постоянные издержки, даже если есть, они не влияют на выпуск, ни на цену, ни на потом сравнение прибылей, потому что они тогда будут, FC будут везде. Давайте скажем, что у нас постоянные издержки тоже равны нулю. То есть просто будем максимизировать выручку. Выбирая выпуск первой фирмы, не отрицательный. Ну, как мы это делаем? Берем производную по Q1, Q2, минус 2, Q1, минус Q2, приравниваем к нулю, отсюда выражаем то, что мы хотим найти, Q1, то есть выражаем best response первой фирмы. 2 минус Q2 на 2, только если выпуск второй фирмы не больше, чем 2. И я не буду ничего выпускать, если выпуск второй фирмы больше 2. Вот так. Аналогично записывается, поскольку они фирмы симметричные, аналогично записывается best response второй фирмы. Отсюда найдем, да, равновесие Нэша. Давайте для скорости, только для скорости, да, по-хорошему так нельзя делать. Да, мы скажем, что равновесие Нэша, так как у нас фирма симметричная, да, у нас выпуски фирмы будут одинаковые, вот, и по-быстрому это решим. Да, просто скажем, что, например, Q1 равно 2 минус Q1 на 2. Вот, отсюда найдем, чему равно Q1. Так, чему оно равно? Давайте, 2, Q1, 2 минус Q1, тогда Q1 со звездой равно Q2 со звездой равно 2 третьим, да? Вот, это равновесие Нэша, выбираюсь вот такие артимальные стратегии. Тогда общий выпуск 4 третьих вместе не выпускает, тогда цена на рынке 2 минус 4 третьих, да, в обратную функцию спроса подставляем, находим, что это у нас 2 третьих, вот. Зачем мы это все делаем? Чтобы найти выигрыши игроков, нам же, чтобы написать табличку, нужно написать выигрыши игроков. Выигрыши – это прибыли, да, для фирмы. Вот, и запишем прибыль каждой фирмы. У нас фирма одинаковый выпуск, цена, естественно, да, и на рынке. Вот, и сдержек нету, вот, соответственно, прибыль первой фирмы будет равна прибыли второй фирмы, будет равна, так, цена на рынке умножить на выпуск этой фирмы в равновесии. 2 третьих умножить на 2 третьих, получается 4 девятых. Вот так, вот такие прибыли. Это сделаем. Теперь, ну, можно уже начинать рисовать вот эту табличку, то есть начинать ее заполнять. Давайте. У нас будет там первая фирма и вторая фирма. У них по 2 стратегии. Отклоняться от сговора – это то, что вы, вот сейчас здесь мы решали, да, отклоняться, да, то есть действие по отдельности, не объединяться, не сговариваться, или сговариваться в кооперативной фирме. То есть либо отклоняться, отклоняться, либо сговор. Отклоняться, либо сговор. Сейчас мы с вами нашли выигрыши в какой клеточке, где они оба отклоняются, да, то есть не объединяются. Вот сюда, в эту клеточку записаны выигрыши по 4 девятых. Теперь самое простое. Можно заполнить диагональную клеточку, где они сговариваются. То есть если они объединяются, действуют как одна фирма. Если объединяются, они действуют как одна фирма. Их прибыль общая, да, суммарная, будет равна. Значит, обратная функция используется, 2 минус Q, да, умножаем на общий выпуск. И это максимизируем. Q больше или равна 0. Ну, здесь видно, да, то, что если у нас корни, да, вот такого уравнения, если сравнить к 0, они будут 0 и 2, да, значит, вершина параболы по серединке, да, единица. Значит, отсюда, и Q со звездой будет равно единице. Вот такой общий выпуск. Вот, соответственно, цена на рынке при таком сговоре будет 2 минус 1 единица. Кстати, можем уже сравнить. Смотрите, если они сговариваются, то цена становится выше, да, чем если они конкурируют. Вот, и производят они, соответственно, а если сговариваться, производят меньше. Да, тут 4 треть производили, тут единицу производили. Соответственно, общая прибыль будет равна 1, да, значит, ну, они сговорились, да, и потом давайте предположим, ну, поскольку фирма одинаковая, давайте предположим, что они поделят прибыль пополам. Да, когда прибыль 1 фирмы будет равна прибыли 2 фирмы, будет равна по 1 второй. Если сговор, то выигрыш у них будет по 1-2. И видно, что мы понимаем, что 4 девятых меньше, если они не сговариваются, у них выигрыши меньше, чем при сговоре. Согласны? 4 девятых меньше, чем 1-2, чем половинка. Теперь осталось нам заполнить оставшиеся клеточки. Они симметричны, посчитаем все для одной клеточки, вторую заполним. Здесь какая ситуация? Когда один продолжает кооперативный исход, а второй отклоняется. Отклоняется от сговора. Как же это нам с вами посчитать? Запишем, что если, например, первая фирма решила отклониться, вторая продолжает играть в кооперативный исход. Если вторая фирма продолжает сговариваться, то какой выпуск она выпускает? Вторая фирма продолжает производить? Одну вторую. Одну вторую, да, действительно. То есть, когда они вместе в сговоре, они вместе производят единицу, но давайте тоже скажем, что они пополовину на каждом производстве производят. Правильно. То есть, выпуск второй фирмы, одна вторая продолжается. А тогда как оптимально отреагировать первой фирме на такой выпуск? А мы знаем, да, мы знаем, мы посчитали best response. Да, мы просто в best response первой фирмы подставим вот эту одну вторую и найдем, да, какой выпуск хочется производить первой фирме, если она решила отклониться. Это best response первой фирмы на выпуск второй, равный одной второй. И подставляем 2 минус 1 вторая на 2. Это будет 3 вторых, 3 четверых. Правильно? Угу. Вот. Тогда, ну, то есть, смотрите, да, действительно, что здесь вот происходит? Когда они вместе сговаривались, да, как бы они друг друга, ну, то есть, они сдерживали свои мощности, да, то есть, они мало производили, каждый производил по одной второй. Хотя было выгодно каждому из них производить больше, да, чем одну вторую. Вот, да, то есть, хочется вот из этого сговара выйти и больше произвести, чтобы больше себе прибыль получить. Давайте посмотрим, какие прибыли в данном случае получатся. Общий выпуск. Первая фирма отклоняется и производит 3 четвертых. Вторая продолжает одну вторую производить. Это получается у нас 5 четвертых. Тогда цена на рынке становится равной 2 минус 5 четвертых, то есть 3 четвертых. То есть, получается, цена падает. В сговоре была цена единицы, да, а теперь снизилась цена. Но посмотрим, как это, как прибыли изменяются. Прибыль первой фирмы теперь в данном случае при отклонении будет равновесная цена на ее равновесный выпуск. Цена у нас 3 четвертых. Теперь на рынке выпуск 3 четвертых нашей фирмы. То есть, это 9 шестнадцатых. Прибыль второй фирмы. Это рыночная цена на ее выпуск. Вторая фирма, которая не отклонялась еще. Так, то есть, это 3 четвертых на 1 вторую. То есть, это 3 восьмых. Все, заполняем. Значит, если первая отклоняется, вторая продолжает сговариваться. У первой фирмы выигрыш 9 шестнадцатых. У второй фирмы выигрыш 3 восьмых. Проверю. Правильно я посчитала. Правильно. Вот. И, соответственно, в этой клеточке вы оставшись наоборот. 3 восьмых. 9 шестнадцатых. Смотрим, почему хочется-то отклониться. Потому что, смотрите, при сговоре получаем 1 вторую. Это 8 шестнадцатых. А если я отклоняюсь, то я получаю больше. И, если я отклоняюсь, то я получаю больше. Второй тоже хочет отклониться. И мы, в итоге, приходим в равновесие Nash. То есть, если мы нарисовали нашу таблицу. Давайте напишем, подчеркнем нашим методом. Найдем равновесие Nash. Найдем парад по улучшению. И поймем, что это та же самая дилемма заключена. Так. Смотрим. Если второй решил отклониться, мне лучше тоже отклониться. Потому что 4 девятых больше, чем 3 восьмых. Вот. Если второй решил сговориться, мне все равно лучше отклониться. Потому что 9 шестнадцатых больше, чем 1 вторая. Это 8 шестнадцатых. Видите? И, соответственно, наоборот. Вот. Вот оно, наше равновесие Nash в данной игре. Все время отклоняться. Это вот наше равновесие Kurna Nash. То, что мы с вами находили. Да. То есть, сговариваться невыгодно. Вот. А парад по улучшению данной ситуации, да, это сговор. Вот. То, что тут 4 девятых не получает. А тут они получали, ну, типа, 4 с половиной девятых. Да. То есть, больше. А парад по улучшению данной ситуации. Давайте парад по оптимальным. И сговор сговором. То есть, ситуация та же. Да, дилемма заключенных. Если бы игрался один вперед, один раунд, то было бы равновесие Nash. Но теперь, да, снова давайте ответим вот этот вопрос. Да. При каких дискоинд-факторах, да, когда она выгодна, будет в бесконечно повторяющейся игре играть кооперативный исход. Бесконечное количество раз сговариваться. Да. То есть, все, чуть-чуть совсем уже осталось. Да. Посчитаем. Так. Вопрос сначала зададим. Сейчас посмотрим. Вопрос, да, при каких дельтах? Сговор устойчив в бесконечно повторяющейся игре. Если играется, вот эта стратегия спускового крючка. На самом деле их очень много разных стратегий, но мы с вами проходим одну стратегию спускового крючка с спусковым крючком. Так. Давайте посчитаем. Наждаемый выигрыш этого игрока, если он, если они, то могут вечно сговаривать, вечно сговор. Если вечно сговор, то я вечно буду получать по одной второй. Я буду все время получать. Вот. И умножаем на, уже давайте, мы уже сделали, да, один раз эту сумму бесконечно большей геометрической прогрессии. Первый член нам был единицы. Да. То есть это будет 1 2 умножить на 1 разделить на 1 умножить далее. Ну, можете расписать себе, да, но вроде то же самое. Так. И теперь посчитаем. Ожидаемый выигрыш этого игрока, если он отклоняется вперед, т равный нулю, а далее крючок спускаем, да, играется вечно наказанием. Вечное отклонение. 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 Т равному нулю. Вот захотелось ему отклониться, да, и далее второй будет тоже вечно отклоняться. Далее. Играется равновесие у Нэша вечно. Вот. Смотрим. Если я сейчас отклонюсь, а второй продолжает играть с Говард, я получаю 9 16. Вперед времени Т0. Вперед моего отклонения. Но далее, во все последующие периоды времени я буду получать, да, у нас будет играться исход равновесия Нэша, да, то есть все. 4 9 я буду все оставшиеся периоды времени получать. То есть плюс 4 9. И если у нас воскресенье, что ваша геометрическая прогрессия начинается с первого, да, периода, то там первый член дельта. То есть сверху дельта на 1. Вот. Все. Осталось нам сравнить, да, то есть вот это сравнение. То есть мне должно быть сговор устойчив, если сговор устойчив. Так, может быть кто-то быстрее посчитает. Так. Если ожидаемый выигрыш, да, от вечного сговора, вот это 1, 2 на 1 на 1 минус дельта больше либо равно, чем 9 16 плюс 4 9 дельта на 1 минус дельта. То есть вот это надо посчитать. Так. Как будем считать? Что я тебе это сделаю? Ой. Тут неприятно, неприятно. Ну что поделать, да? Да, вот. Может быть кто-то про правду это, может кто-то вольфрам забьет, например, по-быстрому. и границы вот это найдет больше 9,17 9,17 давайте проверю да, абсолютно верно ладно строчку допишу 9,16 вот, ну в общем тут просто решай, решай, решай я вручную просто долго да, я решала вчера да, действительно, там если посчитать получается, что дельта должна больше равна 9,17 вот проверяем то, что понародное теремие должно быть близко к единице да, то есть должно быть повернуто в сторону больше верно, у нас получилось все хорошо где они убили пункталек, когда решали неравенство вот так, ну и все да, то есть здесь у нас вот, если для нас будущее достаточно важно вот наш разграничитель да, последнее значение коэффициент дисконтирования при котором нам выгодно сговариваться вот, если будет меньше коэффициент дисконтирования то нам выгоднее отклониться и так отклоняться все время вот какие дела так, давайте посмотрим я вам на дом задам вот потренироваться ну, давайте вот запишу на дом лиза значит у нас там два игрока играют в дилемму заключенных со следующей матрицей выигрышей xy xy 1 1 0 5 5 0 4 4 это какая матрица выигрышей да, у нас дельта меньше единицы больше нуля дисконфактор тоже вот и спрашиваются вопросы да, нужно показать какие средние выигрыши реализуемы в равновесии при достаточно больших дельта каких нет это как раз вопрос нарисовать вот область да, которая может быть реализована да, давайте какие средние выигрыши реализуемы в равновесии при достаточно больших дельтах какие нет то есть еще раз это вот просто нарисовать вот область дальше и второй пункт естественно при каком дельта можно реализовать в равновесии средний выигрыш 4-4 да, то есть сделать вот это парадолучение которое мы с вами делаем да, при каком при каких дельтах можно реализовать в равновесии средний выигрыш 4-4 это тренировка надо вот пожалуйста у меня вот эта тема вопросы если у вас назрели сейчас задайте а данная тема в контроллинже будет конечно я уже не просто так тренироваться задаю вот вы заметили да, то что вроде как у нас там была дилемма заключенных и там потом курно но все то же самое то есть вот мы с кем решение вот там еще одна задачка на тренировку ничего больше сложного не будет вот ну хорошо давайте маленький сделаем как маленький давайте 15 минут я хочу так в 11 15 ладно обратно вот и начнем с вами новую тему пока передохните 15 минут до до Продолжение следует... 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 И запишем эту разницу, чтобы было так красиво все записано. В кооперативных играх игроки могут объединяться в группы и заключать связывающие соглашения. Спасибо. Спасибо. В не кооперативных. Каждый игрок принимает решение самостоятельно и соглашения не являются связывающими. Каждый игрок принимает решение самостоятельно и соглашения не являются связывающими. Это мы с вами видели, что вы можете на словах договориться, но хочется отклониться и ты это можешь сделать, если ты не в коалиции, если ты не в кооперативной теории. Введем обозначение, пусть n это множество всех игроков. Маленькое это их количество, количество игроков. И запишем первое определение, что такое коалиция. Коалиция это любое подмножество, множество всех игроков. Далее. Еще одно определение. Что такое большая коалиция или еще ее называют гранд коалиция. Большая коалиция. По названию это коалиция состоящая из всех игроков. Множество всех игроков. У нас будет состоящих. Давайте по-английски подпишу. Потому что я иногда могу говорить гранд коалиция. Это как-то приятно и красиво звучит. Пример. Пусть множество всех игроков. У нас будет состоять из Саши, Вовы и Песи. Количество игроков у нас три. И наши задачи выписать все возможные коалиции. Может быть кто-то хочет перечислить. Хотя бы начать. Видимо никто не хочет свои оценки повышать. Ну то ладно. Никто не захотел. Дам получается Саша, Вова. Так, Саша, Вова. Ага, еще. Саша, Петя. Еще. Вова, Петя. Вова, Петя. И получается Саша, Вова, Петя. Вместе. Но втроем. Втроем. Так, Саша, Вова, Петя. То есть гранд коалиция тоже коалиция. Правильно. По отдельности они могут быть еще. Правильно? Отдельно Саша, может быть, в коалиции. Отдельно Петя. Отдельно Вова. И одну забыли. Одну какую еще? Может быть, вообще, ну, пустая коалиция. Конечно. Да, да. Вот. То есть пустое множество, да? Это коалиция, в которой никого нет. Вы знаете, да? Вот это обозначение пустого множества. Такой кружочек перечеркнут. Вот. Да, то есть мы выписали все варианты, да? Вот где у нас все игроки, Саша, Вова, Петя, это наша гранд коалиция. Вот. Так. Ну, хорошо. Это мы с вами потренировались. Вот. Сколько у нас получилось вариантов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да? То есть каждый из наших игроков может быть либо включен в коалицию, либо не включен. Мы так с вами уже считали. То есть сколько вариантов, да? Либо включен, либо не включен. Два варианта на каждого, да? Их три игрока. То есть два в третьей степени. Это так можно считать, чтобы не пропустить все эти коалиции. Вот. Если бы у нас было там четыре игрока, четыре игрока, то было бы два в четвертой степени. Это сколько уже? Шестнадцать. Правильно? Да? Мы должны были выписать. Вот. Если два игрока, два во второй степени, четыре коалиции. Вот. Так. Окей. Дальше. Следующее определение. Будем записывать, что такое коалиционная игра в характеристической форме. Стираю. Следующее определение. Коалиционная игра в характеристической форме. Ну, то есть, как задавать игру. Мы с вами знаем, да? В принципе, как задавать игру. Там должны быть игроки и должны быть их выигрыши. так. Да? То есть, первое, что должно задаваться, это множество игроков. Множество игроков. Вот. Да? Мы уже знаем, как обозначать Н большое. Где игроки с первого по N. И чтобы у нас была, мы проходим кооперативную теорию, количество игроков должно быть не меньше двух. Да? Да? Ну, в принципе, да? В любой игре. Так должно быть. Вот. И второе, что задается, это характеристическая функция выигрыша. Характеристическая функция. Ее будем обозначать V маленькая. Что эта функция сопоставляет? Она сопоставляет каждой коалиции сумму денег, ну, то есть выигрыш, да? Которая эта коалиция может заработать самостоятельно. Так. V маленькая. Сопоставляющая. В каждой коалиции обозначим коалицию через К большое, что будет под множеством N большого. Сумму денег, которую эта коалиция может заработать самостоятельно. Ну, то есть это вот как раз есть выигрыш, да, выигрыш? Давайте еще раз проговорим. Если раньше у нас были игроки отдельно, да, друг от друга, то теперь игроками, ну, как бы игроками считаются вот эти коалиции, да, могут быть там по отдельности, могут быть по двое, по трое. Вот, может быть, пустая коалиция. Вот. И, соответственно, теперь не каждый игрок, да, получает выигрыш, а именно вот их объединить, да, коалиции. Вот в этом как бы разница, да, между кооперативной и некооперативной теорией игры. Вот. Вот. Эта характеристическая функция может принимать, например, отрицательные значения, да, если мы что-то не зарабатываем, а, например, объединяемся для того, чтобы, не знаю, делать что-то не очень приятное. Например, там платить по счетам, не знаю, делать уборку, вот, да, то есть могут быть отрицательные выигрыши, да, спокойно, вот, там расходы, да, какие-то наши, вот. И также будем считать, что пустая коалиция, куда никто не входит, не может зарабатывать, да, потому что там никого нету, да, это наша такая предпосылка, да, то, что выигрыш пустой коалиции равен 0. И также, да, не может быть отрицательной, да, потому что пустая коалиция, она никому ничего не должна, да, то есть отрицательность тоже не может быть. Пусть выигрыш пустой коалиции равен 0. Это у нас тут посылка. Вот. Теперь пример, да, зададим характеристическую функцию для игры, назовем ее ботинки. Например, игра ботинки. Что у нас в ней? Есть пара ботинок, левый и правый, да, и эта пара стоит 600 рублей. Один ботинок без пары не стоит ничего. Вот. У Лени есть, у Лени есть левый ботинок, левый ботинок. Вот. У Левы еще один такой же левый. Лева. Левый. Вот. А у Паши есть правый. Вот. Соответственно, теперь давайте будем задавать нашу коалиционную игру характеристической форме. Сколько они там вместе, да, или там по разным количествам могут заработать. Вот. Так. Значит, множество игроков. Ну, три игрока. Леня. Лёня. Лёва. И Паша. Дальше. Значит, выигрыш. Давайте вот, если у нас по одиночке. Теперь будем записывать выигрыши коалиции. Вот по одиночке, если они находятся, они могут что-нибудь заработать? Нет. Конечно, да, потому что не по одному ботинку. То есть выигрыши коалиции, которых у нас по одному, да, если там Лёня, равен выигрышу, если только Лёва, равен выигрышу, если только Паша, равен нулю. Дальше. А ещё, да, то есть в одиночку никто не может получить 600 рублей. Значит, выигрыш, если объединяются Лёня и Лёва. Чему равен? Ноль. Ноль, да, то есть у них по-левому, да, тоже не могут, да, они там пару создать. Вот. А выигрыши, если Пашу, да, приплетут 600. То есть если Лёня с Пашей равен выигрышу, если Лёва с Пашей, это на самом деле так же равно выигрышу Гранд Коалиции, да, потому что всё равно только одна пара создастся из того, что один правый ботинок. Вот, давайте тоже, да, выигрыш Лёня, Лёва, Паша и равно 600. Ну и, соответственно, да, если мы все уже записываем, да, выигрыш пустой коалиции равен нулю. Вот. Соответственно, мы получили коалиционную игру характеристической формы. На самом деле мы её уже задали, да, то есть множество игроков и выигрыши каждой коалиции. Вот. Так. Ну, можно это покрасивее записать, но можно и не писать. Ладно, давайте, чтобы там вас значками не пугать там всякими. Вот. Вот у нас, давайте, вот тогда характеристическая функция. Вот. Вот она характеристическая функция. Такая, что. Да, вот. Да. И вот её описание. Да, все главное, если мы сдаём характеристическую функцию, да, надо для каждой коалиции прописать, какие выигрыши в каждой коалиции. Вот. Можно просто это как-то, ну, там, тут ещё равно написать, да, там, то есть в каких случаях ноль будет она равна, в каких случаях будет равна 600. Вот. Ну, то есть поменьше, да, написать. Вот. Так же. Дальше идём. Сейчас я посмотрю. Часто предполагается, что характеристическая игра обладает свойством супераддитивности. Что это означает? Это, ну, вот, часто просто так предполагается, мы будем такие игры с вами рассматривать. Вот. Игра называется супераддитивной, если для любых не пересекающихся коалиций верно, что вот, если они объединятся, то он получит выигрыш хотя бы не меньше, чем получает по отдельности. То есть, ну, вот при объединении, да, с кем-то не может быть, ты не можешь получить выигрыш меньше, ну, меньше, да, чем по отдельности. Вот. Вот. Давайте определение закончим. Ну, это какое-то такое логичное, да, предположение, что, ну, а зачем тогда объединяться-то, да, если выигрыш снизится, да, это довольно странно. Игра называется супераддитивной. Игра называется супераддитивной, если для любых не пересекающихся коалиций. Игра называется супераддитивной. Ну, например, там была коалиция Паша, была коалиция Лёва, да, если они не пересекаются, да, там игроки, у них разные. И, соответственно, если они объединяются, то их выигрыш будет, по крайней мере, не меньше, а может быть, увеличится. Так. Если для любых не пересекающихся коалиций, давайте скажем, что у нас есть коалиция К, и при пересечении с коалицией Т, да, пустое множество, да, то есть вот они не пересекаются. Верно? Неравенство. Значит, выигрыш вот такой объединенной коалиции больше и равен выигрышу коалиции К плюс выигрыш коалиции К. Такое логичное предположение. И далее мы будем рассматривать такие супераддитивные игры. В таких супераддитивных играх игроки заинтересованы, чтобы формировать большие коалиции, да, и при игре в коалиции получается наибольший выигрыш. Вот. Хорошо. Это мы просто задали условия игры. Да, вот какие могут быть коалиции, какие у них выигрыши, какие у нас игроки, множество игроков. Вот. Теперь надо решить, да, игру. Вот. И чтобы решить игру, что значит, ну вот там, не знаю, да, вот Гранд Калипсо получает 600 рублей, да, и так дальше возникает самый главный вопрос. Как потом, вот они вместе заработали 600 рублей, как поделить эти деньги. Это вот самый важный момент. Как поделить эти деньги так, чтобы данная коалиция была устойчива, чтобы они не разбежались, да. То есть вот в этом как бы и есть смысл, ну то есть вот самая трудность решений. да, то есть нужно понять, как поделить выигрыш между игроками. то есть вот наш вопрос. Как поделить выигрыш? Большой коалиции между игроками. вот. И распределение выигрышей, да, между игроками после того, как они получили в всей своей коалиции, будем представлять в виде вектора выигрышей или называется дележ. дележ. Определение. Определение. Вектор выигрышей или дележом. Называется вектор, да, который будет удовлетворять некоторым условиям. Вектор выигрышей. дележ. Будем называть вектор x, да, где будут у нас выигрыши каждого из игроков от единицы до n. у которого такой вектор должен удовлетворять условиям. Сумма выигрышей всех игроков не должна превышать того, что зарабатывает коалиция. да, это суперочевидно. Там меньше либо равно выигрышу нашей коалиции. Где, давайте вот так напишем, где x и t выигрыш, который получает и ты игрок. и от единицы до n игроков. Вот. То есть сумма выигрышей игроков не может превышать выигрыш большой коалиции, естественно. Да, решением коалиционной игры будем называть некоторое множество дележей, да, то есть вот это главная задача, как поделить выигрыш, да, чтобы это все было устойчиво, да, чтобы не распались наши коалиции. Вот. И это множество будет иметь, на самом деле, разный вид, в зависимости от того, какая концепция дележа выбрана. Сегодня мы с вами будем проходить концепцию ядра. Вот. На следующем занятии будем проходить концепцию вектор и шеф. То есть как делить так, чтобы ничего не распалось. Давайте напишем, да, то, что решение игры, решение коалиционной игры. Это некоторое множество дележей игроков. Ну, не обязательно один, да, какой-то дележ будет равновесным, может быть множество, да, целое. Некоторое множество дележей игроков. Вот. И сегодня мы с вами будем проходить концепцию решения ядро. Ну, да, эти две напишем, да, и скажем, что сегодня ядро будет проходить. Ядро и вектор шеф. Сегодня мы будем разговаривать про ядро, да. Какими свойствами должен обладать, да, вот этот дележ, да, чтобы все было устойчиво, да, чтобы не распались наши коалиции. Сегодня уходим в ядро. Вот. Вот. Рассмотрим коалиционную игру с характеристической функцией V, да, там, ну, не буду туда писать. И предположим, что игроки ведут себя кооперативно и формируется большая коалиция. Формируется гранд-коалиция, и игроки получают выигрыши, которые мы записали от x1 до xn. Вот. Все. Это мы все уже записали. Вектор выигрышей должен обладать, чтобы находиться в ядре, да, должен обладать следующими свойствами. свойства, давайте напишем, для ядра свойства этого вектора выигрыша, гранд-коалиция. Ну, наверное, понятно, да, то, что в конце, это мы с вами проходили, понятно, что в конце весь выигрыш должен кому-то, ну, то есть всем достаться, да, то есть не должно остаться денег, которые ни на кого не распределены. Почему? Да, ну, потому что можно сделать парэто-улучшение, дать каждому еще побольше денег, да, потому что они же остались, то есть не должно быть денег, которые ни у кого в карманах не осели. Это свойства эффективности или парэто-оптимальности. Вот. Первое свойство – эффективность или парэто-оптимальности. Ну, такое очень логичное свойство – отсутствие потерь. Как его формализовать? Да, то, что выигрыш большой коалиции равен заработку этой большой коалиции. Все. Да, то есть и распределен между всеми участниками, да, то есть вот сумма выигрышей каждого из участников, да, xn, должен быть равен выигрышу гранд-коалиции. Логично. Вот. Если это не так, если тут будет знак меньше, то можно сделать парэто-улучшение, да, что мы будем вот в концепции ядра рассматривать только когда-то оптимальный исход. Вот. Ну, это просто свойство, да, то есть во всей кооперативной теории мы это не записываем, да, то есть видите, мы тут писали меньше либо равно, да, то есть могут быть такие игры, могут быть такие концепции, где что-то остается, да, что-то, там, не знаю, деньги сжигаются. Вот. Так. И второе свойство, которым должно обладать вектор выигрыша, чтобы находиться в ядре, это коалиционная рациональность или отсутствие сепаратистских тенденций, да, то есть не хочется выйти из коалиции. Отсутствие сепаратистских тенденций. Не было сепаратистов. Отсутствие сепаратистских тенденций. Тенденций. Вот. Что это такое? Должно быть, ну, точнее, не должно найтись такой коалиции, которая захотела бы покинуть большую коалицию, эту гранд-коалицию. Вот. То есть никакая из коалиций, ну, меньше, чем гранд, не должна зарабатывать больше, чем гранд-коалиция. Вот. То есть, ну, при дележении не должно достаться. Давайте напишем, да, то есть не должно, не должно вам найтись в такой коалиции, которая захотела бы покинуть большую. вот. То есть какое должно быть требование, да, то есть как вот такой фондинг, да, записать, сейчас я буду попросить. То есть для каждой коалиции, которая является под множеством гранд-коалиции, должно выполняться требования. То есть сумма выигрышей, да, игроков, которые входят в эту коалицию, да, должна быть не меньше, чем если они зарабатывают отдельно от гранд-коалиции. Отделившись от гранд-коалиции. То есть вот эти икс, это сколько сумма того, сколько им дадут, если они внутри гранд-коалиции, да, там все вместе. Вот. Все вместе. Вот. И вот это отсутствие как раз сепаратистских тенденций. Они не хотят отделиться, да, то есть у них не возникает желания, да, сформировать, да, то есть уйти в коалицию поменьше и зарабатывать больше, потому что если они уйдут, то будут зарабатывать вместе меньше, чем им дают при дележе сейчас, когда они находятся в гранд-коалиции. Вот. Надеюсь, это мысль здравая. Здравая. Вот. Еще раз, да. То есть для любой коалиции К, игроки, входящие в эту коалицию при текущем распределении, при текущем распределении выигрышей, в сумме получают не меньше того выигрыша, который коалиция К сможет получить, если решит отделиться. То есть не хочется отделяться. Вот оно отсутствие сепаратистских тенденций. Вот. Так. И все, да, нам осталось записать определение ядра и примерчики, да, разобрать. определение. Ядро. будем обозначать C от характеристической функции, да. Ну, по-английски, почему C, да, потому что по-английски ядро – это core. это множество векторов платежей, обладающих свойствами. Какие мы свойствами? Эффективности и отсутствие сепаратистских тенденций. Все. Мы записали определение ядра. Первое – эффективности. второе – отсутствие сепаратистских тенденций. Если у вас уже глаза по 5 рублей в шоковом состоянии, что, господи, что за очень много значков сложно, непонятно и так далее, все, да, теория закончилась, мы переходим просто к рассмотрению примеров, и там все очень просто. Да, просто, например, и кто прочувствовал, что такое ядро. Давайте найдем ядро в нашей игре про ботинки. Найдем ядро в игре ботинки. Какие свойства? Мы уже характеристическую функцию записали. У вас уже в тетрадке все есть, у нас тёрта. Значит, какими свойствами должны обладать выигрыши игроков после дележа? Так, первое – условие эффективности. То есть сумма выигрышей гранд-коалиции, всех участников гранд-коалиции, должна быть ровна, равна чему? Подскажите мне, пожалуйста. То есть первое – эффективность. Они вместе должны поделить первый, второй и третий игрок, их три в гранд-коалиции, сколько должны поделить? 600 рублей. 600, да, там было? Правильно, да. Потому что они втроём, у них одна пара ботинок, они проданы за 600 рублей, и вот эти 600 они должны вместе поделить. Именно ни рубля, ни копейки не должно остаться. То есть все вот эти 600 рублей должны быть поделены по условию эффективности. Теперь условия коалиционной рациональности. Коалиционная рациональность. Тут какие-то важные условия должны быть. Смотрите, если у нас там Паша и Лёва отдельно будут, они тоже 600 рублей заработают. Правильно? А если Лёша и Паша, они тоже отдельно от гранд-коалиции заработают 600 рублей. И нам нужно записать, что эти отдельные коалиции, если ты отделишься, ты не должен заработать больше, чем ты зарабатываешь в гранд-коалиции. То есть смотрите, значит, у нас там Лёва был первым, Паша – третьим. То есть х1 плюс х3. Сколько они вместе получают в гранд-коалиции не должно быть меньше, сколько они зарабатывают отдельно от гранд-коалиции вдвоём. То есть 600. И Лёша тоже может или Лёва с Пашей объединиться. И вот если они отделятся, они будут зарабатывать 600. То есть в гранд-коалиции они должны зарабатывать не меньше, чем 600. Вот такие логичные условия. То есть ещё раз, вот это Лёва, Лёша, Лёня, Паша, а тут Лёва Паша. А все остальные объединения или по отдельности они зарабатывают по нулям, поэтому можно написать ноль, не хочется точно отклоняться. Вот. Всё. Вот это нужно решить. Пожалуйста, какое решение отсюда? Ну как это решать? Ну кажется, что х3 равно 600, остальные по нулям. Конечно, да, спасибо. То есть, смотрите, вместо 600 можно написать эту сумму. х1 плюс х3, ну давайте напишу. То есть х1 плюс х3 должно быть больше либо равно, чем х1 плюс х2 плюс х3. Вот. Тут х1 на х3 сокращается. То есть х2 должно быть меньше либо равно нуля. Вот. Но не может быть меньше нуля, потому что если я отдельно, то я получу ноль. То есть, следовательно, отсюда х2 равно нулю. Вот. Соответственно, вторую, третью строчку точно так же делаем. Да, там аналогично. х1 меньше либо равно нуля, то есть х1 равно нулю. Да, и следовательно, значит, все достается Паше. Х3 равно 600. Абсолютно верно. Вот. Да, и что у нас здесь, да, какая вот мысль, да, в этой задаче. То, что вот у Паши был правый ботинок, а у Лёни и у Лёвы были левые ботинки. И все деньги получает Паша, то есть владелец редкого ресурса. Давайте запишем. Так. Обладатель редкого ресурса получает всё в итоге. Вот такая концепция ядра. То есть в ядре у нас Лёня и Лёва получают по нулям, да, Паша получает всё. Вот. Ну, такая, ну, довольно логичная мысль. Правильно? Ну, про это, может быть, кто-то это почувствовал сразу, да, без решения. То, что если только у Паши правый ботинок, то у него он как бы все деньги и получит. Вот. Таким образом, да, вот при таком распределении, да, вот единственное распределение выигрыша в ядре у нас получилось. Вот. И оно устойчивое, да, гранд-коалиция устойчивая при таком распределении выигрыша. Никто не хочет выйти из гранд-коалиции. Вот. Так. Тут, пожалуйста, вопросы. Так, я тогда стираю и... А почему они вообще тогда соберутся в коалицию? Ну, либо... Ну, обладатели левых ботинков с Пашей. Почему тогда? Ну, зачем им это, если их выигрыш все равно ноль? Еще раз. Мы, смотрите, мы рассматриваем... Ну, я понимаю вопрос, да, откуда берется. Мы рассматриваем ситуацию, при каких условиях гранд-коалиция равновесна. То есть, это... Помните, мы с вами проходили вот эту задачу про озеро Савсероса? И там тоже было. Мы говорим, вот такое распределение равновесное, да, и невыгодно из него отклоняться, да. То есть, этот концепт равновесия nation. Здесь вот то же самое, да. То есть, вот когда гранд-коалиция равновесна, да, когда из нее никому невыгодно отклониться. Вот только при таком распределении выигрыша. Вот. Окей? То есть, ну, вы можете посчитать, там, когда будет устойчиво, там, поменьше, да, коалиция. Вот. Ну, а здесь вот еще, да, замечание. Они все равно получают по нулям. Зачем им тогда не выходить, да. Но если они выйдут, они не получат больше. А когда у нас либо ты внутри коалиции получаешь ноль, либо снаружи, да, один получаешь ноль, когда нам все равно, мы считаем, что мы остаемся в мариант-коалиции. То есть, мы считаем, что мы остаемся в ситуации, в которой находимся сейчас. А мы сейчас находимся вместе. То есть, когда вот эти пограничные значения, да, мы считаем, что это относится к равновесию. Мы не отклоняемся. Нам невыгодно отклоняться. Правильно? Ну, зачем нам отклоняться, если там будет то же самое? Согласны? Так, это я кому на вопрос? Ну да. Вот. Окей? Вот. Извините, а можете, пожалуйста, еще раз объяснить, почему больше или равно 600? Ага. Хорошо. Значит, смотрите. Вот эти x1, x2, x3 – это то, сколько каждый из них получает, находясь в гранд-коалиции, когда они втроем объединены. Правильно? Вот. И им, да, вот этим коалициям не должно быть выгодно уйти, да, не должно быть выгодно покинуть эту гранд-коалицию, состоящую из трех человек, да, и объединиться там подвое. И единственные варианты, да, объединения, которые, ну, такие, ну, такие рациональные, это когда там Леня с Пашей, у них все равно пара ботинок получается. То есть, если они уйдут вместе, покинут гранд-коалицию, то они, у них будет пара ботинок, и они получат 600, да, и вот это условие записано, да, им должно быть невыгодно уходить из гранд-коалиции. Вот та сумма денег, которую они вместе получают, находясь в гранд-коалиции, не должна быть меньше, чем если они уйдут. То есть, вот это, вот это 600, это выигрыш коалиции, в которой находятся Леня и Паша. То есть, если они покинут гранд-коалицию. Да, понятно, спасибо. Да, ага, окей. Вот. Ну, и здесь, соответственно, то же самое, да, там Леня и Паша, ой, Лёва и Паша тоже могут, да, составить. Так. Хорошо, давайте еще потренируемся, да, еще одну. Теперь ботинки сделали, теперь про носки поговорим. Следующая игра носки. Так, левые и правые носки ничем не отличаются, да, у нас такое предположение, ну, просто обычные, там, черные носки. Вот. Пара носков стоит 60 рублей. Давайте левый и правый носок ничем не отличаются. Вот. Пара носков стоит 60 рублей. Пара стоит 60 рублей. У Андрея три носка, у Бориса пять носков. Три носка. Так, Борис пять носков. Вот. И, соответственно, нам с вами нужно задать множество игроков характеристическую функцию и выигрыши, ну, то есть вот эти условия для того, чтобы выигрыш. Гранд-коалиция была устойчивой, да, то есть найти, ну, в данном случае мы рассматриваем концепцию ядра, то есть найти ядро. Ну, начнем, да, у нас два игрока, да, то есть множество игроков. Андрея и Бориса. Теперь надо задать характеристическую функцию. У нас здесь два игрока, значит, будет четыре варианта коалиции. Правильно? Давайте. Выигрыш гранд-коалиции, где у нас оба, Андрей и Борис. Ему равно. Пожалуйста. Двести сорок. Двести сорок, да, они вместе, если объединяться, у них будет восемь носков, четыре пары, четыре пары за шестьдесят рублей каждая двести сорок. Абсолютно верно. Так, значит, выигрыш, если Андрея один. Шестьдесят. Так, да, у него три носка, значит, одна пара носков всего, значит, будет шестьдесят. У него правильно. Так, если Борис один. Сто двадцать. Сто двадцать. Две пары, да, можно справлять. Сто двадцать. Вот, ну и пустой множество, да, так, для красоты его пишем, да, тоже надо все прописывать. Вот, да, если никто, то они ничего не зарабатывают и ничего не теряют. Вот. Все. Да, теперь скажем, давайте, пусть Х1 – это выигрыш Андрея. Ну, можно, кстати, писать прям ХА, типа, да, Андрея. Вот. И ХБ – Борис, да, выигрыши после дележа. Выигрыш после дележа. Вот. Вот. Из нашего задания – найти ядро. В ядре два условия. Первое условие – эффективность. Эффективность нам говорит, да, что, чтобы им было выгодно объединяться, все деньги, которые они вместе заработают, должны быть между ними поделены. Да, да, то есть сумма их выигрышей должна быть равна 240. Так. И второе условие – коалиционной рациональности. Какие вы мне условия скажете? ХА больше 60, ХБ больше 120. Абсолютно верно. Да, чтобы Андрея не было выгодно отклоняться, он внутри коалиции должен получать больше, чем получал бы, если бы был отдельно. Больше бы равно 60. Фрабориса тоже. Получает отдельно 120. Тут 120. Все, да. То есть вот эта система нужно решить. Вот. Ну, здесь легко, да. Давайте сделаем. Выразим, например, чем равно ХА. Это 240 минус ХБ. Вот. И подставим. Второе. Получится. Получится 240 минус ХБ. Должно больше либо равно 60. То есть ХБ меньше либо равно. Так. Тут сколько? 180. Да. 180. И еще ХБ больше либо равно 120. Это вот третья. Да. То есть нам подходит не один, да, делешь, а множество. Да, множество. Вот. То есть как это можно записать? Нам подходит. Давайте вот. Это кое-что. Любое решение. Любое решение. Вида. У нас значит ХА равно. Все надо выразить через ХБ. 240 минус ХБ и ХБ. Причем ХБ принадлежит от 120 до 180. ХБ принадлежит от 120 до 180, включая границы. Вот. Любая точечка, да, у нас будет, то есть любой дележ такой, да, будет нам подходить, да. То есть гранд количество будет устойчивым. Ну, какой пример, да, там, не знаю. Борис получает 150, а Андрей получает 240 минус 150, получает 90. Ну, проверим давайте. 90 – 150. 90 – больше 60, 150 – больше 120. Все хорошо. Значит, им выгодно быть вместе. Вот. Да. И любое значение в этих границах. Так. По вот этой задачке вопрос. Мне кажется, должен быть вопрос. Кто-то не понял, как вот это я записала. Ну, я надеюсь, вы уже так записывали. Да, то есть как записать множество решений? Нормально? Понятно? Ну, да, понятно. Ну, да. Хорошо. Так. Ну, есть, да, у нас еще одна задачка. Вот. Попробуйте. Вот. Суперфантазия на название задачи. Следующая задача называется «Блины». Вот так. Следующая – «Блины». Боря и Витя продают блины на улице. Витя умеет печь блины, а Боря готовит начинку. За день Боря в одиночку ничего не может заработать. Да, Витя может заработать 200 долларов. А вдвоем они могут заработать 300 долларов. При каком распределении выручки они согласятся работать вместе? Ну, очень такая, знаете, ну, это же супер, да, к жизни привязано. Да, там, вместе дело начинается, да, кто-то одно умеет делать, кто-то другое. И вот как распределять между друг другом выручку, да, там, прибыль, да, чтобы было выгодно работать вместе. Прямо то, что мы сейчас проходим. Так, давайте, Витя, Витя умеет печь блины, ну, то есть он может на печь блины и просто блины без начинки продавать и может заработать 200 долларов. Может один, один заработать 200 долларов. Боря готовит начинку. Боря, начинка. Бось, у него как прозвище «Боря начинка». Ну ладно, нормально. Так, он не может ничего, да, в одиночку не заработать, то есть начинку никто не покупает отдельно. Не зарабатывает ничего отдельно. Вот, вдвоем они могут заработать 300 долларов. Вот. И при каком распределении выручки согласятся работать вместе. Все, как обычно, да, записано множество игроков, выигрыши всех в коалиции, да, какие у вас есть. Возможно, и записано условие на игру. Множество игроков у нас. Витя, Боря. Выигрыш гранд-коалиции вместе, да, 300. Витя, Боря, 300. Отдельно Витя. Он там что, он не умеет, да? А, он умеет печь. Один может 200, да, заработать. Боря один не может ничего заработать. Вот. И давайте пустим, множество тоже ноль. Все, пожалуйста, подиктуйте мне условия на ее. Кто хочет? Ну, я могу. Пожалуйста, да. ХВ плюс ХВ равно 300, а ХВ больше 200 и ХВ больше нуля. Больше равно, да. ХВ больше либо равно, да, тут, ага. ХВ больше либо равно нуля. Конечно. Ну, все, да. Больше ничего и нет. Вот. И, пожалуйста, что будет ядром? Ну, будет, получается, 300 минус ХВ и ХВ, правильно? Так? Да, то есть ХВ и 300 минус ХВ такие, что… ХВ от 200 до 300. Да, абсолютно верно. Так, ну-ка, дайте-ка проверим, да. Это если мы ХВ вырезаем и ХВ… Нет, 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 200 до 300. Ну, вроде правильно, да, написали? 200 до 300. Значит, тут мы вырезали, у Бориса это 300 минус ХВ. Ну, да. 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 Абсолютно верно, да. То есть вот сюда подставляем. ХВ должно быть меньше либо равно 300. И больше брома 200. Конечно, да. Супер. Вот смотрите, вот так вот это правильная запись ядра. Да, то есть, ну, именно в плане значков, да, это вот множество, да, вот пара чисел, пара выигрышей. Такие, что… Да, и вот тут условия на… Ну, то есть тут через одно неизвестное задается. То есть им можно даже нарисовать на графике, да, например. Тоже очень удобно. Тут у нас… Давайте… ХВ будет, а тут ХВ. Вот какие-то точки просто на графике. ХВ равно 300 минус ХВ, так что ХВ от 200 до 300, да, то есть ограничитель ставим от 200 до 300 и ХВ это 300 минус ХВ, то есть это, ну, просто убывающая функция, да, с наклоном, линейная функция с наклонами единицы. То есть вот так. Правильно? А тут у нас будет 100. Вот, вот все вот эти выигрыши, да, все точки, которые находятся на вот этом отрезочке, они все находятся в ядре. Вот оно ядро. Я могу вас попросить изобразить ядро, да, на игру. Ядро. Вот. Ну, а на самом деле у ядра есть недостатки. Такие, что, например, ядро может оказаться пустым, да, то есть не всегда можно договориться вместе работать, да, то есть не получится. Вот. А почему, да, потому что вот это отсутствие, ну, вот это условие отсутствия сепаратистских тенденций, да, то, что мы не должны хотеть там, да, уйти, да, поменьше коалицию образовать, да, оно очень сильное. Да, и очень часто, да, это у нас тут учебные задачи, где ядро даже не с одной точки состоит, а из множества точек, да, очень часто, да, в жизни, да, это все-таки очень сильное условие, и ядро кустой. Вот. И для этого проходит как раз вектор Шепли. Так, ну, вектор Шепли в следующий раз мы будем с вами проходить. Давайте я вам на дом, да, задам игру, да, сами решить. Вот, да, заодно еще раз все тренируетесь, да, все самостоятельно записывать. Значит, игра будет назвать «Пицца». Так, Боря, Витя и Галя решают, как им поделить заказанную пиццу. «Коалиция, состоящая из большинства игроков, может завладеть целой пиццей и поделить ее между входящими в нее игроками. Какой дележ целой пиццы устроил бы всех?» Так, давайте. Значит, Боря, я вам только дано, да, записывайте. Боря, Витя и Галя решают, как им поделить заказанную пиццу. Коалиция, состоящая из большинства игроков. Может завладеть целой пиццей. И поделить ее между входящими в нее игроками. Какой дележ целой пиццы устроил бы всех? Это вам. Только вот мне тут ответ не говорите, пожалуйста, да, чтобы просто каждый спокойно сел и вот записал множество игроков, да, всю характеристическую функцию аккуратно, ядро, там все, да. То есть, прям, просто вот сядь сами и пропишите. Вот это типа ДЗ. Вот, то есть у вас есть одна задачка на тренировку по бесконечно повторяющимся играм, вот одна задачка, да, простенькая, на некое оперативное тюрье игр на ядро. Вот, ну чего, значит, давайте, значит, в следующий раз у нас будет, я вам расскажу вектор Шепли и еще поговорим про справедливость. Вот, и давайте с вами договоримся, надо же там еще контрольную писать правильно. Вот, значит, вот когда мы договорим, после этого будет, ну, то есть я не знаю, во сколько мы договорим, я думаю, у нас там будет меньше занятий, чем сегодня, да, довольно намного меньше. Когда мы договорим, после этого дам полчаса перерыв, да, чтобы там поесть, подготовиться, вот это вот все, вот, и все, и пишем контрольную. То есть я не называю определенного времени, у нас просто будут продолжаться занятия, хорошо? Вот, что я просто не хочу говорить, что там, типа, у нас будет контрольная в час дня, потому что я бы хотела вас пораньше освободить, вот, да, то есть мы все допройдем, да, полчасика перерыв, и напишите просто пораньше. Хорошо? Так, пожалуйста, ко мне вопросы. Если вы хотите спросить, какие темы будут контрольные, все, которые мы проходили, да, начиная с принципов экономикс. Ну, какой-то вопросик может быть. У нас были принципы экономикс, полезность, да, теория полезности. Дальше одновременные игры, последовательные игры, олигополия, что еще там, бесконечно повторяющиеся кооперативные теории игры. Я надеюсь, что я ничего не забуду. Вы что-то еще проходили? Вроде нет. Долго, да, это все проходили, так что нормально. Вот. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Ну, все, хорошо, тогда спасибо. До четверга. Вот. Увидимся. До свидания. А тем, кто отвечал, вы по-русски? Ой, 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 спасибо, спасибо. Вот, я же говорю, ой, так, поднимайте руки, пожалуйста. Я прям помню, но вот еще, еще, вот там, ага. Нет, вот еще, еще отвечал. Максим вроде отвечал. Вот, да, вот, теперь согласна. Все, супер. Вроде отметил. Ну, если, если не отметила, пожалуйста, там, мне напишите, что я тоже отвечала. Я скину видео, да, и в видео, там, можете мне сказать, на какой минуте вот я отвечал, да, я посмотрю и такая, ладно, еще поставлю. Вот. Все, хорошо, давайте тогда до четверга. До свидания. До свидания. До свидания.